Уважаемые грачане и заволжане! Моя мама и родители учили меня правилам жизни. Не лгать, не обманывать, честно работать и не делать подлостей. И я все свои 55 лет следовала этим правилам жизни. Я работала для вас честно, отставила ваши интересы, за что я поплатилась. Меня назвали мошенницей, в то время как настоящие мошенники на свободе. Я верила в справедливость суда, пока шло следствие. Но сейчас этой веры почти не осталось. Огромное спасибо всем тем, кто мне доверял, несмотря на клевету и наветы. Всю ложь и грязь, которые рекой лились на меня и на нашу компанию. И оценивал меня по результатам работы, а не по запускаемым сплетням, не по заказным роликам. Спасибо тем, кто не поддался на разного рода провокации и не стал меня говаривать ни на следствии, ни в суде. Это доверие давало силы бороться. Хочу обратиться к причастным к данному сфабрикованному уголовному делу. Вы отняли у меня и членов моей семьи нервы, здоровье, сон, покой. Два года просто вычуркнутой жизни. Вы можете сейчас поторжествовать, видя, что со мной происходит. Но радости ваши будет недолго, и Бог все видит. И неважно, атеистовый или верующий, оговаривать невиновного – это тягчайший грех и страшное преступление. И возмездие за него нетвратимо. Людям дан наглядный пример в Библии, где Христа распяли по сфабрикованному обвинению. Человечеству был послан ясный сигнал, что так делать нельзя. Я сейчас не сравню себя с Христом, дело здесь в другом. Просто как человек православный, искренне верующий, я свято верю, что за то, что вы со мной сделали, вам воздастся по заслугам. Может, не сегодня, не завтра, но раньше, чем вы думаете. Проклятие ляжет тяжким временем и на вас, и на членов вашей семьи, и будет сопровождать многие поколения. И когда жизнь ваша пойдет под откос, то не задавайте вопрос, за что мне это. Просто вспомните про меня и про то, что вы сделали. Моя жизнь доказывает справедливость старых российских поговорок. Закон, что дышло, я тюрьмы, и от сумы не зарекайся. Осознать это страшно и горько, и у меня в прошлую пятницу померк свет. И показалось, что сил больше нет. Но Господь не дал мне совершить страшный грех и вселил в сердце надежду. Спасибо всем, кто мне помогал, поддерживал, доверял. И простите, если кого-то невольно обидел, не смогла и не успела помочь. А своему коллективу я обращаюсь отдельно. Работайте, братья, не подводите меня. Работайте так, чтобы мне не было за вас стыдно. А всем собственникам, которые находятся в управлении компанией «Удачный выбор», я хочу попросить, обращаясь отдельно, и хочу попросить, поддержите нашу компанию в трудное для нас время. Коллектив работает на совесть, коллектив работает для вас, честно, для того, чтобы вам было комфортно, для того, чтобы вам было светло, для того, чтобы вам было тепло. Поддержите нас, пожалуйста.